Ну, в общем, женская энергия – это то, что когда ты позволяешь, это позволение, то есть ты позволяешь, то есть ты даёшь эту энергию. Что такое женская энергия? Это когда ты отдаёшь, когда ты отдаёшь через себя свою женскую энергию, свою ласку, своё тепло, что-то ещё. Что если это касается конкретно нас, конкретно тебя, меня, что женская энергия – это когда ты себе позволяешь быть глупой, это когда ты себе позволяешь быть лохматой, когда ты себе позволяешь быть какой-то безденег, ещё что-то. Ну, неважно, когда ты просто себе позволяешь, да, вот так вот оно. И это женская энергия, которая есть и в мужчине, и в женщине. Что такое мужская энергия? Мужская энергия – это которая берущая. То есть взять любого мужчину, он может зарабатывать хоть сколько, но вот он один может зарабатывать вот столько, например, 10 рублей. А с женщиной он может заработать 20, 30, 130 рублей, вообще неважно. То есть уже у мужчины нет такого, то есть он может заработать сколько вообще по энергетике, что он может заработать сколько-то. Он чётко понимает, куда ему и на что. Он больше, чем ему нужно, он не заработает. Ну, то есть, если он говорит, я построю там, я буду там, хочу сейчас новый корабль себе построить. Он его построит. Я хочу новый завод для чего-то. Он его там сделает. Но вот эти вот хотелки у него такие вот они всегда. Он понимает, для чего это. Вот этот корабль, он нужен для того-то, для того-то. Это не как девочке. Зачем тебе новый корабль? Ну, рыба посмотреть. То есть, это не про это. И, но если у него есть женщина, которая рядом с ним, она ему может сказать, он, например, зарабатывает 10 рублей, она говорит, а давай 20. И вот сколько женщине не дает денег, вот её энергия потратит хоть сколько, она всегда найдёт, куда потратить деньги. Мужчина, он может копить. Он почему может? Он может завод построить, он может ещё что-то пособить. У него может застояться энергия, и мужчина без женщины, он застоит. Он в результате куда-нибудь, ну, сам себя начнёт съедать. А с женщиной, женщина всегда найдёт применение мужской энергии. Всегда. Вот она для этого. И в женщине, и в мужчине есть эти энергии. Мужчина – это как раз вот как стержень, как пупол, вот эта вот энергия.